Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Очень рассчитываю на то, что в постоянном режиме не покидаете волну, потому как здесь всякий раз происходит что-либо дико интересное. Ну, на наш взгляд. А нам кажется, что вы наши взгляды разделяете, и слава богу. Как обычно по будням, нынче в летнем режиме, четыре раза в неделю, пятницу мы отдали дачникам. Мне кажется, что это справедливо, потому что люди рвать себя будут на части. Дескать, в пятницу такая группа интересная, а у меня там, понимаешь, надо капусту прополоть, полить капусту по пятницам, а четыре дня в неделю, с понедельника по четверг, вы, естественно, надеюсь, с нами. Прежде чем представить коллектив, традиция есть традиция, предоставим возможность музыкантам сыграть свое первое произведение, сделав некоторым вроде официальную музыкальную заявку. И те, кто не очень знает, что это за группа, должны определиться сейчас, оставаться с нами на целых два часа, или чаю с ромашкой и баиньки. Мало ли какие у кого планы. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Раз, два, три, четыре... Ужин поля Бельмондо В номере, месье и дамы курят, пьют вино и лгут про других господ и фрау. Ужин поля Бельмондо Ужин поля Бельмондо Ужин поля со слезами Амитисты под руками Руки спрятаны в карманы Это не новость Для жем поля Лишние кадры Длинные титры Вернемся Белыми тиграми В холодные страны Ужин поля Бельмондо Ужин поля Бельмондо На лице остались шрамы От когтей любовниц И от каблуков жандармов А Жан-Полю Бельмондо Дописать бы свой сценарий Ари-ари-ари Ари-ари Отныть по полам И это не новость Для жем поля Лишние кадры Длинные титры Вернемся Белыми тиграми Это не новость Для жем поля Лишние кадры Длинные титры Вернемся Белыми тиграми В холодные страны В холодные страны Не свисти концы Сначала мне Умереть под одеялами И это не новость Спасибо 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 Пожалуйста Завтракусто здесь сегодня В расширенном Несколько составе Что было для нас Неожиданностью Прямо скажу Потому что мы всегда Знали Что Завтракусто Это проект Который стал возможным Благодаря собственно говоря Творческому тандему А теперь у вас стал четверо Ну в общем Будем все знакомиться И определяться Почему так произошло Артем Киворокянц Гитара-вокал Привет всем Здоровайся Вот в этот микрофон Ты понимаешь Не-не-не-не В это поешь В это говоришь Здороваюсь Теперь хорошо Бас-перкуссия Макс Иванов Добрый вечер Ну и далее поехали Неожиданно Но приятно Мы обнаружили Что сейчас вместе с завтраком Такой почти Ужин уже В общем для многих Вместе с завтраком Кусто Катя Хмельевская На клавишах Катенька давай здоровайся Привет Уж кого кого ее Ну и этого человека Андрея Юренкова тоже хорошо знают Он на перкуссии Ну хотя бы Ах ты не хочешь поздороваться Хорошо ладно Мы тебя слышим Ну вот собственно Теперь это состав Или это не теперь состав А в некотором смысле Эксперимент Для ребят Что такое Почему вас стало четверо Вопрос Ну как бы Ну потому что у нас на записи Столько всего разного интересного А мы выходим вдвоем И ничего не можем показать Хорошего Ну мы тогда даже в принципе Да А так ребята Вот нам очень помогают Мы и концерты Вот сейчас вот дали И уже несколько Вот в таком составе Еще Будут у нас Презентация альбома Вот В таком Так что пока сложно сказать Ну теперь это Общий Теперь это навсегда состав Или все же временный Ну пока эксперимент А там как Ребята там То есть В принципе мы играем редко На метко На метко да Поэтому будем как бы Надеюсь и дальше так Сотрудничать 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 да Хорошо ну мы то Нисколько не против Мне кажется это действительно Облагораживает Обогащает звучание В любом случае Вы и вдвоем хороши На удивление И нас всегда это тоже так Забавило Как можно вдвоем Создавать такую потрясающую Музыкальную гармонию Но теперь гармония стала Еще более завораживающей Тем более с присутствием Женских рук В коллективе Женского вокала в том числе Сегодня я так понимаю Вы презентуете свой новый альбом Да Ну да вот например Первая песня как раз была С нового альбома Вот она называлась Бельмондо Мы вообще позиционировали ее Как хит Но сейчас мы даже не знаем Почему вдруг Сомнения возникли Ну потому что как то Она прошла вот Незамеченная Незамеченная Ну да Ну так часто бывает Когда музыканты Приносят свою пластиночку Говорят вот возьми пожалуйста Премьерочку для себя найдешь Я говорю ага И мы знаем кажется что ты возьмешь Ага Я слушаю и беру то что мне нравится Это довольно серьезно Шибает народ И музыканты мне потом говорят А мы хотели то мы думали другая песня Я в общем давно убедился в том Что музыканты редко сами знают Где хит а где нет Просто потому что каждая песня Ну это ребенок Родной близкий Эмоционный И какие то свои эмоции Были вложены в эту песню Какие то может быть Серьезные события И поэтому кажется что она прям Крута крута Не она хорошая Ну возможно не хит Ты же понимаешь Как называется альбом Альбом называется Декадент ново Декадент ново Да То есть вы даже здесь выпендрились Молодцы Конечно Мы же без этого не можем Вы знаете Молодцы очень круто Очень круто Я сейчас сообщу Прежде всего как с нами связываться Мало ли вдруг Кто то нас слушает в первый раз И может быть не очень в курсе 4647 Это короткий номер для смс 4647 Пишите сначала свои Пробельчик делаете А затем уже все что хотели бы Адресовать коллективу Сегодня по эфиру Можете вопросы задавать Можете просто эмоциями Делиться Тоже важно Группа Группа своего радио ВКонтакте Там все очень просто Свой радио Москов Если там иметь ввиду после слэша Заходите Смотрите Видите анонс На анонсе фотография Очень красивая фотография Кстати Очень стильная Там же в тексте анонса Выделена группа Завтрака Кусто Название коллектива Выделено синим Это значит активная ссылка Кликая на которую Вы моментально оказываете У них в сообществе Ох сообщество надо пополнять Срочно Очень срочно Поэтому давайте Вступайте в ряды Сообщества Завтрака Кусто И тогда будете получать Всю информацию Об их концертах Передвижениях Турах Многогородних В первую очередь То есть вы будете вооружены Потому что Как говорят информирован Значит вооружен Плюс к тому Можно видеть Все что сегодня в студии Да собственно говоря Всегда в программе Живые происходит На сайт зайдите Своерадио.фм Там сверху вы обнаружите Плеер В плеере слева онлайн аудио Это просто Чтобы слушать Справа онлайн Видео Это чтобы смотреть Кликаете И вот вам счастье Планеткиру спасибо большое За оказанную услугу Имея ввиду Видеокартинку Там же тоже есть чат В котором тоже можно Отписываться В общем мы стараемся Обнаружить все Что вы пишете И самые интересные сообщения Публиковать в эфире Таким образом Задавая возможно вопросы Или делясь эмоциями С музыкантами Присутствующими Сегодня в студии Давайте дальше Что это будет? Как раз таки Прикольный Микрофон Следующая песня Как раз Практически одноименная С альбомом Она называется Декадент Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Завтрак к устам Поехали Золотые серьги Он дарил по воскресеньям Театр И правы над соседей Умилялись Говорили след Какая пара Не то что этот Декадент московский Он и него есть пять стихов И то нет Про любовь Не про любовь Летела моя голова У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Я как Александр Блок, я как Александр Блок, я как Александр. Летела моя голова, над крышами громко звенят. Летела моя голова, над крышами громко звенят. Крышами громко звенят. Чего? Я даже не понял, кто это. Да, я тоже понял. Максим Агорошил, у меня тогда новостью, что завтраку 100 позвали на нашествие. Неужели это не было шуткой? Нет, там немножко, видимо, либо я что-то неправильно объясню. На самом деле, это акулы на прогулке были приглашены на нашествие. И играли там тоже акулы. В том и дело. И я как раз об этом и хотел сказать. Во-первых, чтобы понятно было тем, кто, возможно, не знает группу «Завтрак кусту», это акулы на прогулке только частично. Здесь такая группа акулы на прогулке. Группа, играющая совершенно иную музыку. Я бы даже, может быть, ее куда-нибудь к панку ближе туда определил бы по-хорошему. Хотя, опять же, не люблю жанры и стили, но это я так, для того, чтобы вы понимали разницу того, что они делают в проекте «Завтрак кусту» и того, что они же делают еще с музыкантами, понятное дело, в проекте «Акулы на прогулке». Поэтому меня удивила бы новость, если вас в этом составе позвали бы на этот фестиваль, где русский рок превалирует, где русский рок – это такая святыня, которую, по-моему, подвинуть ничем уже невозможно. Значит, да-да-да, пишет Людмила Найденова. «Очень люблю эту группу. Прекрасные звуки, прекрасные тексты. Одно из первых мест в моем личном хит-параде. Приезжайте в Варшаву». Ого! Людмила живет в Варшаве. Ну, так занесло, судьба нелегкая. Вот, далеко от вас. И в Варшаву вы, я так полагаю, в ближайшие дни, месяцы, недели… Никто не знает, почему. Может, как обернется. В Варшаву, кстати, да, легко попасть, да? Да. Да нет, в принципе, легко. Я знаю, где взять билеты, как полететь или как поехать. Это, конечно, не проблема. Но раз уже заговорили об этом, то какие-нибудь у вас ближайшие концерты, туры намечены? С презентацией альбома, опять же. Да. Давай, рассказывай. Вот 16 июля мы играем вот в таком как раз составе, в замечательном месте. Оно только открылось. Это «Антикафе. Стереоскоп», да, называется? «Стереоскоп». «Стереоскоп». Чем оно примечательно, в принципе, ну, как бы «Антикафе» и есть «Антикафе», но там снимался фильм «Место встречи изменить нельзя». Пока где, там, помните, там Володя Шарапов прятался, когда увидел фотку на двери. То есть уже тогда это было «Антикафе». Ну, в принципе, да. В советские годы. Да, тогда тоже платили, да. Меткоминутно. Конечно, там все изменилось, то есть там более уютно стало все, но прям, да, действительно, там все узнается по помещению, что это именно там снималось. Это 16, я так понимаю, да? 16 июля. Да, 16 июля. И все? А еще? Пока хватит. Ну, еще сейчас вот буквально как раз нас в Питер позвали на какой-то фестиваль, вот, причем завтра кусто. Но, правда, они когда узнали, что мы из Москвы, они почему-то были уверены, что мы из Питера, потому что как-то раз я там туда писал. Да, и по пятнам. Ну, вообще, петербуржцы, они люди весьма своеобразные. Они считают, если группа играет хорошую музыку, значит, она обязательно из Санкт-Петербурга. Других вариантов они не рассматривают. Когда удивляются, московская группа, ну, надо же, говорят они, а такую классную музыку играют, конечно. Я не говорю, что это снобизм, но это уже привычка у них. Хорошие все ребята, мы их очень любим, но как-то вот так они относятся. Так что презентация будет 16 июля. Стереоскопия. Да, совершенно верно. Вот так. По сути дела, сегодня презентация в радиоэфире. Ну, можно, да, сказать. Мы спаим почти все песни, но... Ну, хорошо, не все, безусловно, пускай интрига останется, но это презентация первая. Большая. Да, да. Клево. Спасибо вам за то, что вы именно у нас это делаете. Мы это очень ценим, правда. Вот, что написал человек под именем Максим Зверев. Это наш постоянный слушатель из Домодедова, я уже выучил. Он постоянно так подписывается. Пишет вот что. Что такое завтрак усто? Спросите вы меня. Буду краток. Эта музыка нечто большее, чем просто набор нот и слов. Их музыка для эстетов, ну, или просто для людей с мозгами. Их музыка дергает самые потаенные струны души и погружает в себя, как в теплую ванну. А вокал, ну, в общем, одна из любимых мною групп, с глубоким уважением ко всем присутствующим, ваш слушатель из города Домодедова, Максим Зверев. Спасибо. Судя по наличию в этом городе такого активного слушателя, я думаю, что первый ФМ-передатчик, который поставит радиостанцию в свое радио, будет в Домодедово. Будем так, по регионам, по районам города и области. Шутка, не обращайте внимания. Это я просто все еще обыгрываю историю, которая вчера началась, насчет ФМов и все такое. Так вот, двинемся мы дальше. Есть какое-то сообщение, было волшебство. Вот, Александр Берлиц пишет. «Стою в пробке на Ярославке, и под такую музыку меня это нисколько не напрягает». Ну, ведь хорошо же сказано. Отлично. То есть музыка человека в пробке, вот ваша музыка, не напрягает. Замечательно. И стоянка сама по себе вынужденная тоже не напрягает. В общем, ради этого песни и пишутся, мне кажется, чтобы люди радовались и не напрягались. Или если напрягались, то не сильно, потому что сильное напряжение иногда повышает давление. А мы стараемся как раз-таки с этим бороться. Что дальше будет? Кстати, вот такой важный момент. Когда будет песня не из альбома, не из декадентного, не из декадентного альбома. Ну и как хорошо. Так вот, когда будет песня не из него, обязательно скажите об этом, ладушки. Давайте дальше. Что это будет? Следующая песня называется «Таино». А эта песня в премьерах в эфире своего радио достаточно активно крутится. И я уверен, что сейчас те, кто услышит её, сразу же воскликнут. Вау, это же хит своего радио. Погнали. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Звёзды разрезали хрупкий воздух. Острыми шипами сердцем вонзались её ротинь. В лучших ресторанах в Порто-Рико, где на вечерних платьях дамы. И немного скучно. Раз, и навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Классно Я сижу понимаю, что удовольствие я получаю определенно Кань Кемемилевская Ничего себе Так, на секундочку Клавишница И вокалист, да и Человек замечательный А действительно, вот теперь у меня возникает Уже опасения Что группа Окул 25 % Останется для вас историей Было бы жаль, на самом деле Коллектив-то зам PETru Да не, не останется У нас надпacionalные планы на будущее тоже. Осенью альбом должен наконец выйти. А, вот так, да? Ну, вы же помните, куда надо перенести, чтобы понять, какой хит и где не хит. Да, это всё в первую очередь всегда. Спасибо. Спасибо большое. Сколько времени писали этот альбом? Вы когда у нас в прошлый раз были? Когда были-то, кстати, я забыл уже. В январе были. В январе. Ну, полгода уже прошло. Сколько писали этот альбом? Около года. Около года. Но, правда, мы там перерыв делали, потому что мы записывали вот такой эпи Общества Мёртвых Поэтов, да, и поэтому мы грубо говоря записали одну или две песни, и даже одну песню, потом сделали перерыв на эти три песни записали. Вот просто мы делаем такую программу Общества Мёртвых Поэтов, где поём, переигрываем песни разные каверы на уже умерших людей, то есть как вот Вертинский, Виктор Цой и... А, и Веня... Ты неправильно сейчас сказал. Цой жив. Ну, Цой жив, да. Ты стену видел? Всё, вот это да. На стенах правду пишешь. Что-то я сейчас, да, не туда пошёл. Ну да, в общем, мы планируем вообще сделать из этого ежегодную рубрику такую, и каждый год записывать по три песни. Причём каким-нибудь странным способом. Вот тот эпи мы записали в лесу, например, мы там... Отмахивались от комаров по очереди, там, я от... Когда Макс играл, там, я там от него... От меня отмахивал, потом я от него командовал. Сейчас хотим где-нибудь, может быть, на крыше или в городе такое что-то вот, чтобы на улице, чтобы машинки тоже были слисты. А, то есть, еще, Вонечку, вы записывали, я так подумал, что просто вы придумали её в лесу, или вы её прям записывали? Всё это записывали в лесу, да. Принесли компьютер, да, микрофоны, всё поставили, так и писали. Обалдеть. Вчера с Канворда были здесь, играли тоже свой новый альбом. У нас в этой неделе прям вся богата на новые альбомы, и завтра группа тоже с новым альбомом, и послезавтра новая программа у коллектива. Еллимитом, они написали песню «Попутись сюда», как я понял. Они из Иваново, и у них автобус, микроавтобус. Ну, газелька такая, как маршрутка. Они пока ехали всю эту дорогу, да, написали песню, успели её здесь. Реально. Как они успели? Говорит, репетировали прямо в автобусе. И, в общем, так прозвучало, как будто бы этой песне уже несколько лет. Роскошно. Я поэтому и подумал, что вы в лес уходите просто, чтобы вдохновение накрывало, а вы там песни пишете, что ли? Да не то, что пишем, это же не наши песни. Ну, неважно, записывайте. Вы производите там материал на свет, получается. Кстати, очень тоже важный момент. Я всё думал сказать, не сказать, но мне кажется, было бы несправедливо, если бы я об этом не сказал. Андрей и Катя, которые помогают «Завтракаю кусто» вот в этом экспериментальном составе, вообще-то музыканты проекта «Трижды три». Говорят, что нами любимого проекта? Между прочим. Чудесного проекта, чьи песни тоже крутятся в ротации своего радио. И мы этому сильно рады. Я не мог этого не сказать. Это очень важный элемент. Хорошо. Мы тоже большие любители этой группы. Вот, да. Они замечательные. Правда-правда. Пока счастливы. Как приятно, когда человек счастлив. Такая радость, верить улыбку на лице человека. 46-47 – это короткий номер для ваших смс. Сначала пишите свои, пробельчик делаете, а дальше уже все, что хотели бы адресовать группе. Ну, опять же, вопросом могут быть эмоции, впечатления. Делитесь всем, что сейчас у вас есть. Нет, это мимо, это не то. Это, в общем, не о том речь шла. А не, у нас просто троллики появляются периодически. Я их нежно люблю всех, но иногда хочется послать по прямому адресу, конечно. Так, значит, однако все время мучилась. Что же мне эта танго напоминает? Синоптики группы Наутилус, Помпилиус, вот что. Вы когда-нибудь думали, что эта танго Таина может напоминать песню известного коллектива? Может, это могло вообще так получиться, потому что мы как-то раз даже переигрывали синоптиков акулами на прогулке где-то в 8 нажат, да? Ну, да, где-то так. Это год восьмой где-то был, седьмой-восьмой. И там, кстати, да, басовая партия как раз это почти такая же. А, вот видишь. Так вот, чем напоминает. Вот она, видишь, какая чуткая аудитория, между прочим, у своего радио. Какие замечательные у нас слушатели. Я их нежно всех люблю, кроме Толика. Толик редкий говнюк, по-другому не сказать. Ну, когда человеку делать нечего, знаешь, вот удивительная вещь. Человек каждый день сидит в чатах у нас. Каждый день пишет хрень. Его банят, он придумывает новое имя. Но по почерку, ну, имею в виду, по стилистике, сразу понятно, что это Толик. И этот Толик уже стал именем нарицательным таким, собственным практически. Мы теперь уже не троллями называем, а Толиками. Потому что удивительная способность человека ни черта не делать, вот у кого дачи точно нет, так это у Толика. Сидеть и писать всякую ерунду. При этом с таким серьезным лицом, как будто бы он сейчас делает большое важное дело. Да, и вдруг наткнулся на сообщение, понял, кто это, сказал себе, не-не-не-не, назад. Назад. Давайте петь. Что это будет? Сейчас будет старая песня с первого альбома, она называется «Глаза». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Завтрак густо». Поехали. Мы ля-ля-ля ляжем с тобой на теплую землю. Зади день не уме капля и виски мы тушим тела. И плотным английским воздухом ты дышишь как-то не смело, а я я боялся твоих обещаний остаться со мной. Мне снятся иногда твои большие полные льда льда и я касаюсь дна. Они кусают, они не тают. Мы заплетали цветы, грязные волосы, дым. мы с тобой на пристани пристани дышим одним. Влажным английским воздухом и поцарапали небо винты. Ты боялась моих обещаний остаться с тобой мне снятся иногда твои большие полные льда и я касаюсь дна. Они кусают, они не тают. Субтитры льда и море горького Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У меня к тебе вопрос Ну, с одной стороны, я понимаю, что сейчас ты скажешь Подними к себе микрофон Когда девушка стоит в такой позе, мне как-то неловко Давай тогда Или присядь Вот тебе даже мужчина Артём молодец У меня к тебе вопрос Ну, зная тебя достаточно давно И зная проект сам по себе трижды три Понимая прекрасно, что эта музыка, наверное То, что делает завтрак, близка В некотором смысле, по каким-то канонам Всю же вопрос возникает Зачем тебе это? Ну, вообще, я думаю, не лишним будет рассказать Историю нашего блестательного знакомства Давай, расскажи, пожалуйста Дело было так Мы вместе с проектом трижды три Писали первый альбом героя Писали мы его на студии Марсу Димы Зайцева Вот И, собственно, этому человеку мы обязаны нашим знакомством Потому что однажды После того, как я приехала к Диме И записала там какие-то очередные клавиши Вокал там чего-то там в наш альбом И оставалось буквально полчаса до того, как я должна была бежать куда-то там Вот И я надеялась просто спокойно расслабиться и попить чаю Не тут-то было Как бы Дима сказала Ты понимаешь, дело в том, что мои друзья Группа «Завтрак кустой» есть такие Они, типа, написали музыку к фильму И нужно сейчас вот быстренько вписать рояль туда Потому что там по сценарию тетка в фильме играет на рояле Как бы вот под их песню Ты подумала, вот дура, тетка Не сиделась дома? Ну чего вот я сейчас хотела уже собраться уйти Тетка возьми Ну и пипец, конечно Я такая думаю, блин, ну ладно, окей Говорю, давай включай, короче, песню, послушаем, что там Он включает песню, я такая Хобана Вот это я понимаю Вот это отжиг Ну и давай там, короче, играть какие-то нотки Сыграла, короче, там что-то такое за полчаса записала А ребятам раз и понравилось Они такие не обломались найти меня ВКонтакте Написать мне спасибо Там все дела Мы познакомились Я послушала другие песни Как бы прониклась Вот И с этого все началось Потом вот я им там вокал записывала в одну песенку Потом еще в одну записывала громошечку И вот сейчас мы уже играем вместе Но мне лично, для меня это вообще Очень приятное времяпрепровождение И прям я вообще кайфую Да я вижу, она и пришла с таким кайфом в глазах Я даже удивился Думаю, интересно, чего она такая счастливая-то А что за песня была, которая первой стала? Черный джин Сегодня она не прозвучит Прозвучит Вот Это тоже важно Мы тогда узнаем как раз то произведение С которого и началась эта дружба И это сотрудничество А теперь у меня к тебе вопрос вот какой Понятное дело, что проект 3D3 Проект, который не собирается закрывать И сворачивать свое творчество Да Я в этом уверен Нет, в смысле да В смысле нет В смысле да? Нет, но да Мы поняли тебя о чем Но если вот сейчас Давай так предположим А я бы хотел, чтобы так и было Проект «Завтра Кусто» Начнет набирать обороты Обороты Пойдут концерты, туры Стадионы Большие собирать будет группа Ну я имею до стадиона В плане Зрителей Много должно быть Как ты будешь успевать? Ну Я надеюсь, что я буду успевать Точно так же, но за деньги Артем, ты понял Ну и потом мы как группа 3D3 всегда скажем Позови меня с собой Брал Спасибо большое Надо двигаться тогда дальше Еще раз напомнить хочу Что сегодня здесь «Завтра Кусто» С своим новым альбомом Альбом, который, на мой взгляд Очень успешным получился Правда, ребята хитами называли другие Ну считали другие песни В отличие от того, что мы Нет, Тайны мы тоже считали хитами Тайны тоже считали Мы же хиты все и отослали Мы все свои песни считаем хитами Да, кстати Хорошо, ладно Немножко по-другому тогда вопрос стоит Что будет дальше? Вот мне тоже вопрос А дальше, кстати, да А дальше будет «Не спик ли бер» Это опять старая песня А потом еще Ну так, чтобы разбавить немножечко Не ожидал Не ожидал, что ты будете ее петь? Не-не-не Интересный поворот Просто список не составили пока Не важно Не важно Но песня, которую знают тоже, кстати Которую действительно любят Как всегда, «Живой звук» В программе «Живые» Здесь сегодня «Завтра Кусто» Погнали За двести тысяч не продался он И даже если миллион причин остался ром Поглятому Бог ввери в нем само И не просохнет ни за что Однажды утром он сыграет в рот Под легкий шепот мой выстрел он в упор Не спик ли бер До твоей души брод Охотники за головами будут очень скоро На карту точно унесли свои координаты Не спик ли бер Не попади в засаду Давно покинул он свой дом А в нем Все так же тихо плачет Твоя под аккордеон Рядом пляшут дети с верным псом И не приходят письма Однажды ночью он вернется в порт В огромном черном-черном ящике он мертв Не спик ли бер Бо твоей души бродят Охотники за головами будут очень скоро На карту точно унесли свои координаты Не спик ли бер Не попади в засаду На карту точно унесли свои координаты Твою души бродят Охотники за головами будут очень скоро На карту точно унесли свои координаты Не спик ли бер Не попади в засаду Студия рукоплещет Ну в общем понятно почему Вы знаете какой феномен для меня был на самом деле в свое время Когда мы узнали о группе Завтрак густой Я уж сейчас не вспомню как это случилось И каким образом попала эта группа в поле нашего внимания Не помню Правда Даже не хочу время терять на то чтобы вспомнить Но попала Вот тогда Одна из первых вещей Которую мы услышали Все Здесь я имею ввиду Команда своего радио Была какая и нетка Песня Вертинского Не знаю будете вы петь ее сегодня Хорошо Я так разведку боем произвожу периодически Она произвела на меня впечатление прежде всего тем Как тонко Изящно И прежде всего точно Был пойман как раз таки стиль Господина Вертинского Следующее произведение Я уже Может быть действительно Знакомить с вашим творчеством Нужно начинать с какой нетки Мне так почему-то показалось Потому что умение Чутко И я бы сказал Ловко Улавливать нотки чужого Исполнения Нотки чужого сочинительства Не свои Да ну не каждому А дальше уже пошли другие песни Само собой Много чего Хотел сказать пришлось С удовольствием прослушал Давайте так Много И понял что у группы Совершенно уникальное Удивительное лицо В этой связи вопрос Вы когда-нибудь Встречали На своем пути Коллектив Близкий вам по Духу По звучанию По самой по себе Конструкции Той музыкальной Которую вы творите Ну Я вот Не то что там Встречали не встречали Вот мне Хотелось бы чтобы мы Даже что-то у нас Может быть было От группы Тайгер Лилис Именно по музыке Все-таки тексты Это у них такие Своеобразные Ну там весьма Непросто с текстами Я поднапрягся легко Так 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 Ну и что Ну да вот По музыке Очень даже интересно У них такие тоже Там прям Ну даже Декаденство И прочее Все Все шалости Шалости Вот я не знаю Может ты Вам что-нибудь Можешь такое сказать Ну именно По стилю Или по духу И по духу Нет по стилю Наверное что-то Можно встретить По духу Ну по духу Трижды три Пожалуйста Сразу А так Перечислять Там да Вот так Друзья по духу Рик Явик Ребята Индиана Проджект Это по другому Духу друзья По другому духу Ну дух он И в Африке Дух Ты поляну не поли Дух Я говорил как раз о том Что Как вы умудрете Складывать Совершенно неожиданно Понятные И простые Вот тексты Сами по себе Они не являются Каким-то таким Замысловатым Вывортом Тексты очень хорошие Без дураков хорошие Но Это не Та история Которая знаешь Как у муми тролля Поди пойми Что он имел в виду Все-таки Вы уходите Слава богу Уходите от того Чтобы быть непонятыми Сразу А это типа У нас очень мудрая Должна быть такая Аудитория Которая с пятой попытки Поняла О чем была речь Все понятно Но все же эти тексты Они тоже И просты И непросты Одновременно Вот это удивительное Умение сочинять Такого рода песни Которые Слушаешь и понимаешь Это непросто Потом вслушиваешь Да нет Вроде все понятно И восстается Ощущение Такого Послевкусия После хорошего Французского Дорогого Или как Много выдержанного Вина Вот реально И это самое ощущение Оно меня не покидает До сих пор И тем более Когда слушаю И новые ваши песни Понимаю Что оно остается Даже терпким Еще более терпким Становится Я бы запытался Как-то Может быть красиво Или некрасиво Но найти метафору Некую Что за музыка Группу Завтра Кусто Так вот Наверное Я могу сравнить Свои ощущения Как раз С послевкусием Хорошего Классного Пускай не французского Любого Неважно Дорогого Такого классного Классического вина Вот на мой взгляд Это и есть музыка Завтра Кусто Хотя они-то Об этом конечно Никогда не задумывались Да что-то Да Ну это я Что-то пофилософствовал Чутка Извините Нам понравилось Спасибо Мне самому В общем Была попытка Понравиться Самому себе Не получилось Бог с ним Главное Что я все-таки Сумел свою мысль Как-то высказать Выродить До конца ее Потому что Не мог найти слов Вот иногда бывает Когда все понятно Четко И сразу тебе рождаются Фразы Которые бах-бах-бах А иногда бывает Надо найти эти слова Надо их как-то Обрести в смысл И расставить Какие-то акценты И не всегда получается Не всегда получается Сегодня вышло С трудом Вспотел Но вышло Давайте дальше Что это будет Следующая песня С нового альбома Она называется Ван Гог Все? Да Мне казалось Ты хотел продолжить Мысль с Ван Гога Да нет Но хотел продолжить Это на самом деле Довольно старая песня Вообще она очень старая И вот мы решили ее Да Была она Песня группы Акул на прогулке Ну не то что Акул на прогулке Ну мы пытались сделать Как скажем так Ну пытались А сколько лет она Лежала? Шесть А почему так вышло Что сейчас Через шесть лет А она в альбом Прям идеально подходила По духу Вот То есть у нас Там встречается И Мон Мартр В этой песне А вообще у нас Просто французский Французский получился Немножечко альбом Да Причем не специально Не делали А просто То в одном Где-то Париж проскочит Ну блин Все только Париж и Мон Мартр Грубо говоря И проскакивают у нас Ну там еще что-то Прискочило Ты пока не помнишь Сейчас споешь Вспомнишь Что там еще Сосно Должно проскакивать Окей Как всегда живой звук В программе живые И здесь сегодня Завтрак густом Поехали Винсент Ван Гог Любил абсент И теплый крок И лучший друг Втянул его В этот ворот И за руки Держались нежно На полотне Слэнды Дополнять Океаны От ноженых Дом И плакали Не быть Вместе А Поль Гоген Своим холстом В его мольберт Он был влюблен И на мой март Каждый вечер Снился сон Они В подсолнухах На полотне Слэнды Дополнят Океаны От ноженых Дом Мы плакали Не быть Вместе Вместе Каждый вечер Каждый вечер Океаны Океаны От ноженых Дом Мы плакали Не быть На полотне Слэнды Дополнят Океаны От ноженых Дом Мы плакали Не быть 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 Вместе Быть Быть Вместе 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 С каждой песней Все больше Действительно Вкусное Хорошее Многолетние Выдержки Вино Эта музыка Завтра Мне уже нравится Эта метафора Я уже к ней привык И кажется Что я прав В своих ощущениях Эту песню уже слышал Похожую Пишет Максим Васильев Правильно? Шесть лет Дома я без шуток не хожу То Ван Гога Покажем То еще что-нибудь Декадент нового Покажу Хорошо Сейчас хороший был ход Правильно У нас даже сегодня Подготовлено кое-что новенькое Ну если мы успеем Вы презентуете новый альбом При этом ты говоришь У нас что-то новенькое Приготовлено Она даже в альбом уже вошла Она уже в четвертый войдет А то есть совсем новенькое Вот такое Которое нигде никогда Еще никак Ну да Но это еще неизвестно Может мы не Подожди Ты уже сказал Что значит неизвестно Ты уже сказал Все Я же теперь с тебя не слезу Я же теперь буду требовать этого уже Раз ты уже сказал Что вы это приготовили Давайте Там когда придумаете В тот момент Когда нужно будет Вы как не забудьте об этом Послушайте Ну в любом случае Опять-таки глядя на вас Уже не в первый раз Я опять задаюсь вопросом Откуда вы такие взялись Скромные, тихие, обаятельные Молодые люди Которые между прочим Смогли собрать вокруг себя Таких же тихих Ну в смысле Я не честно говорю тихих Конечно хмелевская может загнуть Да Но я имею ввиду Тихих по душам Душевному своему статусу Скромных, обаятельных, талантливых людей Откуда Это Это Образование мамы Воспитание мамы с папой У каждого из вас Наверняка Ну конечно не без этого Интеллигенция В прошлый раз В прошлый раз мы не поговорили об этом А теперь я хочу Кто у нас мамы-папы Давайте мы вспомним родителей Это всегда приятно Мне кажется Мои родители геологи Артем Керакенц Так, геологи, оба Геофизик Ну папа геофизик Математик, доктор наук Мама не доктор наук Просто она там Просто мама Ну геофизик Геофизик, мама Не доктор наук Не доктор наук Она не сдавала Я так понимаю Диссертацию не писала Не, папа кандидат, по-моему А, кандидат все-таки мама Да, ну вот это, кстати, я не знаю Как же так-то Ужас, нет Папа доктор наук Мама кандидат наук Да? Ну да Геофизики оба Да Клево, клево Клево, Макс Ну у меня мама Всю жизнь работает В центробанке А папа на заводе Ну хорошо Папа кем работает? Ой А вот Как-то Нет Как Станки Кто там чинит Как это называется Слесарь Да, точно Слесарь Слесарь ремонтик Наверное Так это называется А мама где? А мама в центробанке работает А вот кем тоже не знаю Так что Как же так-то? Ну вот так Ну хорошо Но мама хотя бы рассказывала Работу на дом Брала когда-нибудь? Нет Если бы Работу на дом Ну хотя бы рассказывала Чем она занимается Центробанк Это, между прочим Не хохры-мухры Ну да Ну я честно сказать Даже не интересовался Никогда Тебе было Не надо это все Не интересно было Ну то есть у вас туалет Не заклеен Бракованными купюрами? Ну конечно заклеен Вот Об этом и надо говорить Какими бракованными? Действующими? Почему? Я просто знаю историю У меня У приятеля Кто-то из знакомых Тоже работал в центробанке И всякий раз жаловался Говорит у нас Приносят вот эти вот Ну бракованный подстанок Да когда печатают деньги Возникает брак То ли перекос какой-то Их уже никак не использовать Там понятно Что размазаны краски Нет Как называется Вот этих вот Водяных знаков И так далее У человека вот так Дома разбросаны просто Эти листы С деньгами Нарезаешь Вот тебе денежка Но она Фальшивая Понятно Поэтому ими обклеивали Даже на даче Стенки дома Конечно Стенка обклеенная Деньгами В этом плане Я хотел бы Некоторое время Поработать в центробанке Ну в том плане Чтобы иметь Такую возможность Да Потом кичиться этим Там у меня в туалете Стенки деньгами обклеены Давайте дальше Надо понимать Что сейчас мы Как так Час уже прошел Слушайте Нам сейчас заканчивать Уже надо Что у вас Под финал этого часа Заготовлено Под финал у нас Как раз таки Неожиданно Кокаинетка Неожиданно Сказал он Ну понятно Что у нас еще Целый час впереди Это я сообщаю Тем кто может быть Не очень в курсе Как строится эфир После кокаинетки Что логично Мне кажется Мы ненадолго Прервемся Обсудим Так сказать Сложившуюся ситуацию Поговорим о том о сём Подышим чутка Ну а потом Понятное дело Продолжим программу Другое дело Что еще один момент Очень хотелось бы Надо напомнить Как народ спрашивает Правильное название Альбома Который вы сегодня Презентуете Декадент Ну во Ну во Да как арт ну во Грубо говоря Через дефис Нет Просто так Да без дефиса Ну мало ли Декадент ну во Потому что спрашивает народ И я хотел чтобы название Точное и четкое Было произнесено Вами А ну знаешь Как может что-то Не дослышал Где-нибудь Ляпну напишу Не то Люди потом будут забивать Искать в гугле И находить какую-нибудь хрень Совсем не то что нужно Готовы? Да Готовы Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Завтра кусток Кстати песня С которой мы С этим коллективом И познакомились Поехали Раз два три Раз два три Раз два три Раз два три Что вы плачете здесь Одинокая глупая Деточка Кокаином распятая В мокрых бульварах Москвы Вашу тонкую шейку Идва прикрывает Горжеточка Облысевшая Мокрая Мокрая вся И смешная Как вы Вас уже отравила Осенняя Слякоть бульварная И я знаю Что крикнув Вы можете Спрыгнуть С ума И когда Вы умрете На этой Скамейке Кошмарной Ваш Сиреневый Трупик Окотает Саваном Зима Так не плачешь Не стоя Моя Одинокая Деточка Кокаином Распятая В мокрых бульварах Москвы Лучше шейку Свою Затянить Под дужем Горжиночка И вступайте Туда Где никто Вас не спросит Кто вы Девушки отдыхают В мокрых бульварах В мокрых бульварах В мокрых бульварах Давайте двигаемся дальше Напомню Сегодня в живых Группа Завтрак Кустос Своим новым альбомом Декадент Ну во Это презентация Большая презентация Соответственно На публику Эти песни Если игрались То может быть так Только в качестве Эксперимента А сейчас Это все уже Показательное выступление Слава богу Что у нас Мы очень рады всегда Когда что-то новое Происходит Именно на своем Для того станция И создавалась Чтобы все новое Звучало здесь Прежде чем вы Споете дальше Ну пауза-то была большая Я все-таки не могу Удержаться Прочитаю сообщение От человека С ником Константин Твердый Вот здесь Правда единственное Что я слегка Слегка притупел Когда читал это сообщение Потому что человек путает Немножко себя Ну я не очень понимаю Мальчик это или девочка Думал мальчик А в итоге Это было настолько круто Что аж писать ничего не хотелось Ушла в глубины Потом вдруг Наконец-то понял Почувствовал Потом в ротации Цеплялась Да не за то Видимо А сейчас понимаю Насколько это близко У меня больше нет Слов Спасибо Константин У меня к вам Большая просьба Давайте определимся Вы у нас Кто М Очень много Души и очень много Того что есть Такая группа Кроме живые Здесь сегодня Завтраку 100 Поехали Завтраку 100 Из-под колеса Кругом пошла земля Шарф Шарф накрутился на колесо О, Радунган А в Париже Афиши висят А в Париже Афиши висят О, Асидора Просите Шахтера Чтоб ехал Назад Чтоб Ехал Назад Скрипки Настроили Голоса Третий Звонок Показ Карманные Воры Комси Комса Лертятся Возле Каз На вышел Директор И так Сказал Дамы И господа Мадам Не придет К нам Сегодня В зал Сегодня И никогда О, Асидора Дунган Нам случайности Вечно Грозят Нам случайности Вечно Грозят О, Асидора Просите Шахтера Чтоб Ехал Назад Чтоб Ехал Назад О, Асидора Дунган А в Париже Афиши Висят А в Париже Афиши Висят О, Асидора Просите Шахтера Чтоб Ехал Назад Чтоб Ехал Назад Афиши Внезапно 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 Пишет Юлия Усова Андрей Демян Судя по всему Я такой старый Что могу сказать Похоже Каналья Похоже Светлана Коваленко Пишет Слегка Вибрирующий Вокал Вкусная Изюминка Предает этой песне Особенный шар Шикар Ну и так далее А вот кстати Юля пишет Я уже столько лет Забыла Что такой исполнитель То есть А сейчас вдруг В голос Что-то было Такое забыто Знакомое И послышалось Как будто Может просто Песня знакомая Вот и услышалось Потрясающе И красиво Супер Супер Андрей Архипов Да что же вы делаете Ну е-мое Ну так нельзя Я же без денег Останусь Красиво Сейчас объясню почему Красиво так как Боже мой Я в космосе Не забудьте Дернуть за веревочку И верните меня На землю Обетованную В конце эфира Андрей Архипов Это один из тех Кто старается Покупать Диски Понравившихся Ему исполнителей И очень часто Отчитывается Кого купил на этой неделе Кого на той неделе Говорит что Жена уже из дома Скоро выгонять начнет То что с женой вместе Сидят слушают И понимают что надо Покупать Крутяшку Ну в смысле Диск Болваночку Когда она выйдет Что касается Физического носителя Когда он будет Вот мы надеемся К 16 Успеть И там Смотря как Если финансово У нас получится С этим вопросом Вот появится Он Что называется Вот Артефакт такой А вот вообще Вот еще кстати Мы тоже как раз Хотели сказать в эфире Так что там Мы в принципе Выкладываем свои альбомы Бесплатно То есть можно навсегда найти Но также мы сейчас Еще и на iTunes Пока только второй альбом Выложили Океанологам и картографам Так что если кто хочет Может там его приобрести Вот И в ближайшее время За символическую сумму За символическую сумму Да А и первый И третий тоже Соответственно появятся В ближайшее время Я думаю На iTunes Вот это прозвучало сейчас За символическую сумму С такой грустью С одной стороны Я конечно понимаю Что для музыкантов Творчество Это в некотором смысле И заработок тоже А с другой Мне кажется Давно пора привыкнуть Потому что музыкантам Надо зарабатывать на концертах Все-таки Как ни крути А нынче такое общество Я имею ввиду Потребительское С одной стороны А с другой стороны Интернет-технологии И все это цифровая история Уже съела Как мне кажется Рынок Полностью В данном случае И если Болованочку покупают В смысле диск То скорее так В музей Как в музей Полечереж Чтобы дома стояла Красивая обложечка Чтобы это выглядело Как-то Трогать ее руками Вряд ли будут Потому что все Что нужно Закачано в плеер В mp3 версии И там вполне Себе крутится Константин Вот что пишет Любимая песня Моей мамы Никогда не думал Что она может звучать Так Но это же круто А кстати На смс-портале Надо заметить Забыл Надо напоминать о нем Периодически 46-47 Короткий его номер Сначала пишите Свои Про Бельчика А дальше уже Все что хотели бы сказать Мне больше нравится Каждую ночь Цоя в вашем исполнении Жаль вконтакте Теперь не услышишь Песни что-то звучат В эфире живых Кстати интересно почему Когда вы были в живых В прошлый раз Вы спели эту песню Прекрасно СК Такая подпись у человека Ну это Это так Не более чем Информация И дальше Этот же СК Пишет к слову О стадионах Ну когда мы говорили О стадионах Артем Ты армейский болельщик Ходишь ли ты иногда На матчи ПФК ЦСКА Ну вот Если честно Последние несколько лет Не ходил Потому что Очень далеко ездить В смысле далеко Ну они же Химках играют Сейчас в Химках играют Да А это далеко Ну прилично От Чертанова далеко А ну да От Чертанова то да А где у них стадион Ты будешь Не знаешь Где-то от Спартака Недалеко На песчаном поле Будет станция метро ЦСКА Твою мать Это Спартак Да А я объясню Почему мы живем В Красногорске Ну да Едем по Волоколамке Ну поняли И когда играет Спартак Сейчас на своем стадионе Мама не горюет Там и так С пробками Все хорошо А еще там рядом И ЦСКА построят Да Недалеко Понятно Кажется мне Что я понимаю Зачем там сейчас Строить развязку На Волоколамке Вот именно в этой части Чтобы разводить Болельщиков ЦСКА и Спартака Так чтобы они Как-то не пересекались Так Значит Андрей Архипов Тот самый Как Человек возмущается Какое бесплатно Вы с ума сошли Никаких бесплатно А на что диски Тогда писать Эхма Ну человек готов платить Понимаете какая штука Значит А Юлия объясняет мне В контакт Удаляет песню кино И кавера в том числе Ну да Типа авторское право И все такое Вот поэтому Теперь эту песню Которая была спета Тогда Уже не услышишь Ее скорее всего забанили Пока была Вот буквально Вот вчера Позавчера Мы выкладывали Да Наш кавер Да Была Да Не удалили пока Да Пока еще можно успеть Бегите Бегите Слушайте тогда Максим Васильевич пишет Не нашел в ютубе Клипов команды Было бы интересно Кстати о клипах Ну вот как раз таки У нас была идея Великолепнейшая Наш хит Да Клип на Бельмондо Но теперь мы Засомневались И не знаю Ты Бельмондо отказал Да Ну да Там он должен был играть Второстепенную роль Он отказался От второстепенной роли Так как Бельмондо Бельмондо и второстепенная роль Ну как Ну так он должен был Не себя играть А Бельмондо Кто бы играл Ну это уже Нашли бы Актера похожего На Бельмондо Ну если серьезно О клипах давайте Есть они? К сожалению нет Мы сейчас Так планируем Думаем Вообще как-то Все это сделать Просто хочется снять Чтоб действительно было Интересно А я там Чтобы просто снять Как вот Перемешку То что ну играет На концерте группа Там какой-то сюжет Как большинство Сейчас для простоты делает Вот не хочется Хочется чтобы прям Полностью сюжет был И все И прям кадры Красивые Вот поэтому Пока мы Ждем И ищем Режиссеров Своих Режиссеров Ну как мы ищем Мы просто Да мы ждем скорее Ждем А у меня для вас есть Для Таина есть сюжет Серьезно Ну не знаю Я когда слушаю эту песню У меня картинка рисуется Совершенно определенная Определенная Четкая Я почему-то себе Представляю корабль Огромный океанический лайнер Огромный Океан Вечер И на палубе Этого самого Огромного лайнера Люди Которые танцуют Которые слушают музыку Люди которые Просто занимаются тем Что проводят время В отдыхе Ну обычно там же Пока это вот Через океан переплывешь Что-то делать надо Вот они отдыхают Вероятнее всего И вот на этой палубе Танцуя Общаясь друг с другом Вдруг появляется Невероятной красоты Женщина Которая обращает на себя Внимание всех Даже других женщин Ну понятно Что баба смотрит на нее С ревностью А мужики с интересом Естественно Понятное дело Что и капитан корабля Со своего мостика Видит вышедшую на палубу Одетую почему-то В красное Облегающее платье С мехами Женщину У капитана корабля Тоже случается Легкий приступ Интереса Лайнер Слегка сходит С курса Ну просто потому что Капитан Обалдевший Очень долго Пялится на эту Особу Дальше рассказывать? Ну может Мне кажется Проще на самом деле Все-таки Бельмандов Позвать Вот Я понимаю Что это дорого Но если снять Хорошо и красиво Это да На Москве На Москве реке Да где-нибудь Это целое кино Да на Авроре надо снимать Просто в Питер Поехать Ее убрали Давайте дальше Ребятки Что это будет? Дальше Дальше будет песня Называется Гимназист Она с нового альбома Опять же напомню Что сегодня Завтра Кусто Представляет Презентует Свой новый альбом Декадент Ну во И в основном Песня звучит сегодня С него Это большая Серьезная презентация Поехали Как всегда Живой звук В программе Живые Серьезная презентация И распался На три части Роман Вот конец Твой юнец Носит форму Гимназиста Два по триста Три по триста Слушая Вертинского Клялись мне верности Так низко Пали вы Я слышал Как вы бились С бедрами Но в этот вечер В этот домный вечер Я вас встречу В подворотне встречу Юное лицо Гимназиста Я размажем по улице Санбатиста Забирайте Чемляне Бегите Рысью До Кейптаун Забирайте Гимназистом На высокий Скалистый Край Но в этот вечер В этот домный вечер Я вас встречу В подвороте И спрячу юное лицо Гимназиста Я размажу по улице Санбатиста В конце хорошего Уже приехали Красиво 46-47 это короткий номер Андрей вытер Ради этого пума 46-47 это короткий номер Для смс Сначала пишите свои А дальше уже все Хотели бы адресовать коллективу Скорее всего смски сейчас отсылают те Кто вдалеке находится от компьютера Бывает с телефона с гаджета Пока напишешь вконтакте тяжело А так смс и бросил Но если вы поблизости У вас гаджеты ваши позволяют Или там компьютер под руками Конечно пишите в группу вконтакте Группа понятное дело Своего радио Там под анонсом Много кто чего пишет Я вычитывать оттуда стараюсь Ну или в чате На планете там где картинка Значит Как по мне Так песня гимназист Больше подходит акулам на прогулки Нежели завтра кусту Пишет изю войс Вот вам пожалуй Критика пошла Критика Вот это да Так И что скажете на этот счет Мы скажем что риф как раз Отпарируем Да Отпарируем то что риф тоже был в акулах У нас просто было интро в одной мелодии Но так как мы это интро перестали играть Я подумал что ну что ему пылиться то Что жалко же Лежит без дела Хороший интер был И сделали его проигрышу И акулы эту песню не играют А кстати Кстати Я не помню Говорили мы в прошлый раз об этом или нет Акулы на прогулке играют в песне Завтра к кусту А завтра к кусту играет в песне Акулы на прогулке Или нет Принципиально это не делается Ну вообще принципиально вроде пока не делали Я не знаю так вроде Ну не мы не планировали так делать Ну да Вообще не думали да Просто интересно Ну некоторые песни Вот мы черный джин Начинали делать в акулах Но тоже как то она не пошла Абсолютно по другому звучало А в кусту мы Грубо говоря Ну некоторые вот песни вот и есть Которые тоже не подошли Акулу Ну да без энтузиазма Как бы восприняты они были Все таки Акулы все таки там Кардинально другое Просто все И по стилю Тексты где-то понятно Немножечко где-то и есть Здесь в кусту Есть немножечко все таки Эстетство какое-то есть А там просто Немножечко Жесть Завтра кусту одна из самых Эстетских групп По крайней мере на На горизонте Которые я обзреваю Есть они новые И одни из тех самых Кто как раз К эстетике музыкальной Имеет отношение Прямое Тут вот Максим спрашивает А что за ударный инструмент У Андрея Дарбука Или что-то другое Давайте вытащим Андрея К микрофону Ну хотя бы раз Надо поговорить В микрофон Расскажи пожалуйста На чем ты играешь Имея ввиду Тот инструмент Который у тебя сейчас Извини Между ног Ну как-то он так стоит же правильно Джемби Джемби Вот это вот и есть Тот самый джемби А вот эта понятная штука Непонятная для меня Вот это как называется Чаймс 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 Оуе Все просто Оуе А что у тебя там еще есть У тебя там тоже много всего Шейкер Тамбурин Шейкер Шейкер Тамбурин Иностранец Сегодня у нас в студии Который играет на непонятных Не на самом деле понятных Мне просто важно Чтобы люди тоже понимали Что у тебя в ассортименте Так сказать В твоем Имеет место быть Спасибо большое Ответили Это джемби Максим Это не 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 дарбука Дарбука вообще Несколько иначе Она уже Меньше по размеру Она узкая Правильно Дарбука Маленькая ручная Да ее подмышку И туда там Эту подмышку Особо не впикнешь Ну может Хотя Хотя Опять же Есть у нас Был теперь уже Бездействующий боксер Один Российский Если помните Которого я когда увидел Думал что пятикантр Не он реально оказался Реальный И кстати умнейший человек Между прочим Умнейший Забыл фамилию я его Валуй его Господи прости Да Кстати Оказалось что человек Образованнейший Вот как внешность Иногда бывает Обманчива Вот А глядя на Кличко Мне казалось что человек Должен быть умным Он же профессор А когда слушаешь Как он говорит В общем совершенно Иная какая-то Иногда мне кажется Внешность нужно Откладывать Она обманчива Страшна Особенно у боксеров Да Я почему вспомнил Про Валуева Просто ему вот этот инструмент Твой джемби Он как Дарбука Подмышкой посмотрелся Абсолютно Легко На палец Так Вот кто мне скажет Что за тенденция Последнее время У исполнителей На два фронта Работать Андрей Демян спрашивает Иметь параллельно две группы Похожие зачастую По стилистике И исполнению Не понимаю Не Андрей Завтрак Кусто Никак не похож На акул на прогулке Совершенно два разных стиля Но поговорить об этом Тоже можно На мой взгляд Это тенденция Не только сегодняшнего дня И не только в России Есть масса примеров И на западе Когда музыканты Играют в одном коллективе Для радости и удовольствия И в другом коллективе Для не меньшего Удовольствия и радости Но правда там Другая стилистика Что вы думаете По этому поводу? Да есть люди Которые в пяти В шести коллективах Играют Я не вижу Если не мешает Там основному Да и что Что мешает Катя пошла Катя пошла Подожди Да вот сейчас Вот я могу сказать Почему как бы Так делают некоторые Вроде меня Ну ты присаживайся Как бы Ну люди Они вообще Существа корыстные Иногда бывают И дело не в день Что только из-за бабла? Не-не-не-не Ну какой бабло? Ну а кушь корыстная Нет и корыстная В другом плане Вот например Играю я играю И слышу Что хорошо Так же играю Не только я Но еще например Какая-нибудь группа Как например Группа небослов Мне понравилось В свое время Думаю прикольно Блин Они вообще Всякие такие фишки делают Которые мы не делаем И причем Мне как бы Ну понятно конечно Как они это делают Но хотелось бы влиться В процесс Посмотреть это изнутри И как бы И потом Притворить в своем творчестве Ну я такая Немножко поиграла Украсть Ну я сказала Мне кажется Более как бы это Ты корректно сказала Я перевожу на русский Ну вот Поиграла Послушала Как бы посмотрела Пришла к себе Там что-то привнесла То же самое Завтраком кустов Вот у них например Обалденная работа Много с чем Вот Но в частности С бэк-вокалом То есть на Если вы заслушали Альбомные записи Там очень много Много-много голосов Как Тема это делает У него просто Вот именно талант К тому чтобы настроить Короче огромную надстройку Над основным вокалом И с кучей еще голосов Это редкая история И это очень сильно Обогащает звучание И плюс еще работа Со всякими такими Инструментами Которые не инструменты То есть там игра на бокалах Игра там вообще Там на воде Там льющаяся Откуда-нибудь Куда-нибудь Какой-нибудь вилкой Там по столу Вот эти все звуки Они присутствуют В записях Завтрака кустов Мне всегда это очень сильно Впирало именно Вот этот момент Как бы мне вообще нравится Такое Допустим есть такой Зарубежный исполнитель Кока Росси Да Ну в смысле она Кока Росси Вот у нее часто тоже Такое на заднем плане Там происходят Всякие бытовые шумы Как бы которые Круто вписаны в музыку Мне хотелось посмотреть Секунду Да В смысле В смысле Не-не-не Ты подожди Ты оставайся Дома в шкафу Это что значит Ну вот Не уходи пока Там не совсем шкаф Просто чтобы найти Хорошее звучание вокала Первый в шкафу как раз Ну первый в шкафу Ты уже просто Уже в прошлом у нас Мы уже в другое Вышли из шкафа Вышли из шкафа Да Теперь мы поем в диске Просто полка с дисками Мы теперь в нее поем Ну и с книгами Вот А до этого да Просто замечательно Там был просто шкаф С одеждой Вот Полочка Там разложили все Футболочки Кофточки И Артем Залезал туда головой И вот так вот пел Пел А как можно так петь Неудобно же Связки натягиваются Натягиваются Ну что ж Вот может быть Поэтому такое звучание Получилось Все натянулось И вот так вот И стрельнуло Ну вот мне тоже Очень хотелось Как бы спеть Вот этот шкаф Собственно Что я и сделала А потом ты возвращаешься В трижды три И думаешь Какой бы там Может быть комод Чтобы не совсем спереть Как бы идею Может я не знаю В ванной попробовать Ну в общем То есть просто Черпаешь какие-то Свежие крутые идеи У других исполнителей И не факт Что ты прям Точно так же Потом у себя сделаешь Естественно Но ты чему-то можешь научиться Ты можешь зарядиться Какими-то новыми Просто новой энергетикой Какой-то Которой тебе хотелось Особенно если тебе Где-то в душе Это близко Человеку пишущему Много чего близко Мне кажется Он интересуется конечно Вот так Спасибо Большое спасибо Это была Катерина Хмелевская Грубно Проект Проект Трижды три И группа Завтра Кусто Ребятки Надо бы наверное Петь дальше уже Но прежде чем Вы это сделаете Я прочитаю сообщение От Ильи Хорошо Что такая музыка Затерялась В веке 21 Ибо здесь Без завтрака Кусто Было бы тоскливо И мягко говоря Одиноко Их песни живут Рисуют Такие Живо рисуют Такие сюжеты Что спасибо Богатой фантазии Переносишься То в сумрачный Лондон То видишь Прекрасную И совсем иную Америку Я же говорю Вино Человек уже Через полтора часа эфира Хмель абсолютно накрывает Уже видишь И Америку И Лондон И скорее всего И Париж Рисуются на горизонте Это и есть Музыка Завтра Кусто Ну а кстати Вы споете все таки Ту песню С которой началось Ваше сотрудничество С Катей Хмелевской Мы отложим ее на десерт Хорошо Началось А сегодня закончим Хорошо Замечательно А что тогда будет дальше А дальше будет песня Которая называется Сквозь туман Она со второго альбома Вот привет Паше Чеху На всякий случай Вдруг она Слушает Если вдруг да Услышит Чтобы не обижался Ну да Он уехал навсегда От нас В Таиланд Туда говорят Многие навсегда уезжают Потом возвращаются Правда Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Завтра кустом Поехали Западные кроны Сосин Исчезали Где-то Сверкали Мушкеты Рядом С висками Пуи Рядом С висками Пуи Рядом С висками Пуи Хлистали И в ближнем Бою В рукопашной Сходились Фронтами Сходились Фронтами Я и я Пробирался Сквозь туман Я и я Скинул свой Доломан За перевалом Ждет покой И жена Ваустерлицы Стреляя На биться Патроны Кончались Приказы Сражаться Штыками Сражаться Штыками Ваустерлицы Абстрийцы Французы Долели На флангах И птицы Слетались И птицы Слетались Я и я Пробирался Сквозь туман Я и я Скинул свой Доломан За перевалом Ждет покой И жена Я и я Пробирался Сквозь туман Я и я Скинул свой Доломан За перевалом Ждет покой И жена Хорошо Очень разноплановый, кстати, альбом получился С одной стороны, понятно, что все это в стилистике завтрака кусто А с другой стороны, каждая песня несет абсолютно свою нагрузку Вот опять же, когда говорят о концепции Ну, я понимаю, когда Альбом получился французский Да, концептуально вдруг так вышло Что случайность Я уж не знаю как Очень много упоминаний о Франции Но когда люди с умным лицом говорят Вот мою песню не взяли в этот альбом Потому что она по концепции не подходит Я слушаю весь альбом и эту песню Он, по-моему, лежит там же, где и лежало Но они почему-то говорят, что это по концепции не подходит Я даже как-то уже по эфиру, люди мне как-то пытались мне тупому объяснить Народ писал, что такое концепция Что такое концепция, я как театральный режиссер хорошо понимаю Ну и как обыватель я хорошо понимаю Но что такое по концепции песни не подошли, скажем, в этот альбом Ладно, если человек Вот напомнили здесь про Юзленко Ладно, если он пишет песни Более такие приличные, это группа знаки Менее приличные, это группа, потому что, допустим Ну тут можно как-то понять, да, разницу Ладно, Акулу на прогулке Это одна история музыкальная, прежде всего Ну и смысловая Завтрак устой, это другая А когда одна группа пишет песни, 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 песни Потом компилирует их в альбом И вдруг оказывается, что три штуки просто не вошли Ну просто не поместились А почему вы их не вставили в альбом? Они по концепции не подходит Что за концепция такая? Вы можете мне объяснить? Ну там есть несколько Во-первых, мы привязываемся к местам, да, в смысле, к географическим Ну это у нас во всех принципах альбомах Ну во всех, да, но «Сквозь туман», например, она не подошла Почему? Я тогда не был А, я просто тогда не был А, в смысле, была она уже, другое подошла Да А «Сквозь туман» это вообще она же, это как Военная песня, да Да, мы в тысячу восемь, ой, в 2012-м писали Но она была посвящена 1812-му Да, мы две песни, одну как раз Раз для «Акул» написали, а другую для Паши Чеха и его группы Или просто сольно как-то что-то нас спросили Вот, но... И как-то эта вся история там заглохла именно с его кавером И мы решили в «Кусто» записать ее И как раз думали, ну пусть тогда Чех нам и подпоет Но мы не учли того, что он Чех А слова в этой песне очень сложные Паша мучился над пятью предложениями Ну, я не знаю, час, наверное Но смог же В итоге смог, идеально вышло все Смог же, птицы слетали Вот поэтому-то я тоже всякий раз Теряюсь в догадках, что, значит, не подойти по концепции Когда есть, ну, скажем, масса коллективов есть За что я, кстати, их уважаю во многом Песни разноплановые, да? Группа может... Ну, как после «Одиннадцати», например У них то рок-н-ролл, то совершенный фолк абсолютный То джаз Люди... И при этом ты их узнаешь Ты понимаешь, что это именно после «Одиннадцати» Вот как им собирать песню в один альбом Я с трудом себе это представляю Правда, но они же собирают Они же не говорят, что у нас по концепции не подошло Ладно, бог с ней с концепцией Вот человек пишет интересную вещь Поставила варить гречку А она почти поджарилась Не буду больше готовить во время живых Где-то были у меня макарошки После десяти вечера сварю Прошлась яичница Это как его, когда играли с кустов Прошлась, кто-то яичницу сжег Да, кто-то сжег У нас не в первый раз так случается Когда человек готовится к программе Говорит, послушать, заодно поесть А поесть просто забывай И про то, что там где-то что-то жарилось Уже, в принципе, из головы это вылетает Барана тушить, он пять часов тушится Светлана пишет О, всё подходит Чем разнообразнее, тем лучше Не утомишься Ну, я тоже так считаю Можно совершенно нормально Свои песни собирать в один альбом Не думать ни про какую концепцию Бог с ней Теперь давайте-ка, наверное, у нас ещё есть возможность петь И есть такая необходимость Давайте что-нибудь ещё Это тоже с альбом вышло Сейчас старая добрая песня Она называется Атлас мира Старая добрая Действительно, эта песня из ротации Своего радио Её хорошо знают Поэтому спасибо, что не забываете о хитах Как всегда, живой звук В программе живые Завтра кустой здесь Сегодня Погнали Искали глазами тебя Завтра кустой Покорён Твоими глазами Их знали Большие киты А ты Оставляешь Свет Для нас Но теряем Каждый раз Атлас мира Нас Забыл Так рано Здесь И сейчас И сейчас И сейчас Читали Узлы Фарватеры Спятили мы В разорванных платьях Крюки Горели В Китае В Гренландии Таили Ловили Волны Холодный И тёплый Воздух Дьявол Морской Не найдёт Бросали Канаты Креолы Метисы А ты Оставляешь Свет Для нас Но теряем Каждый раз Атлас мира Нас Забыл Так рано Здесь И сейчас И сейчас И сейчас Ты Оставляешь Свет Для нас Но теряем Каждый раз Атлас мира Нас Забыл Так рано Забыл Так рано Здесь И сейчас И сейчас Ну вот сейчас Нотки Акулии Проскакивают Сейчас В вокале Чутка Ну это же нормально Я же так понимаю Ты же не ставил себе Задачи петь Совсем по-другому Ну да Я не могу Совсем по-другому Видимо петь И не надо И не надо Совершенно Незачем Этого делать 4647 Это короткий номер СМС К ваших Своих Пробел А дальше Само собой Ваши сообщения Группа ВКонтакте Чат На планете Ру Там где картинка Чат на сайте Своего Пишите всюду Значит Максим Пишет вот что Интересно У кого и где Можно услышать музыку Завтрака кусту Ну то есть Для кого еще Пишут Или писали Были такие эксперименты Для кого Маргоша Маргоша Не ну мы для нее не писали Она просто с нами пела И вообще Она тоже наша Хорошая подруга Очень хорошая певица Но мы ничего не писали Для нее Не пока мы кстати Как-то да Ни для кого не писали По-моему даже А ну вот сейчас На наших А про опер Нашего друга А да Вот Но как раз Вот у нас есть Интересный проект Вот обычно Как вот Музыкантам Пишут Там Ну записывают каверы Мы в том числе А тут мы решили Сделать интересный кавер Чтобы Чтобы нам сделали кавер В общем Не понял На нас На нашу песню Сделали кавер Сделают кавер Да С нового альбома Вот этой песни Там будет очень интересно Она у нас просто Обычная баллада А вот мы попросили Катю ее очень интересно Обыграть И вот Сашу Катя не в курсе Между прочим Она сейчас Судя по глазам И по мимике Она так слегка В шоке Как это Подожди Просто забыл Как раз Следующая песня Понятно Катя лукавит И Саша Коренков Оперный певец Поет Оперным голосом То есть Будут просто клавиши И фортепиано И Вокал Оперный Вот так вот Да да Офигеть Сам не сделаешь Ты не заставишь Кавер записать Никто не запишет Ну в общем Сам себя Не похвалишь Понятное дело Ну а он Он сразу согласился Или силой Да мы замечательно Это как Подружились Буквально недавно Как раз В стереоскопе Мы играем У него Он нас туда И позвал Презентацию сделать Крут Да Сейчас когда ты Рассказывал Про оперного певца Клавиши Оперного певца Я тут же И ты еще так руками Сделал Ну вот Как дирижер делает Я буквально сегодня У себя В профиле В фейсбуке Правда Репостнул Очень интересное Видео Очень интересное О круто Очень интересное видео Там дирижер Женщина Вообще редкий случай Когда женщина Дирижер Но как она Дирижирует Вот когда посмотрел Я это видео Я понял Зачем нужен дирижер Я всем задавался Вопросом Нафига дирижер Умным Взрослым Профессиональным Музыкантам Которые знают Что они делают У них в нотах Все написано И кстати Здесь были Артисты То есть музыканты Которые имеют Образование И дирижерское В том числе И каждый из них В полголоса говорил Правда Дирижер не нужен Зачем Совершенно лишнее Одел Стоит Машет Дурак Палкой Вот я увидел Это видео Кстати можете Заглянуть Ко мне в профиль В фейсбуке Я не помню Как называется Эта штука По моему Аргентинская Или как Латиноамериканская Девица Дирижирует Оркестром Это снято Таким образом Что видно было Вот лицо И она не спиной А вот с лица Братцы Такого шоу Я еще не видел Никогда И дело даже не в том Что она женщина Дирижер Как она это делает Как Только странно Что музыканты В ее сторону Даже не смотрят Но как она Это делает Вы бы посмотрели Очень рекомендую Посмотрите Это правда круто Так У нас с вами Еще как минимум Две песни Правда Хочется да Хочется Или может больше Не мы можем Три Но с учетом Самые суперновые Да Три А так Давайте тогда Самую суперновую Сейчас А там будем разбираться Уже Чем мы нам с вами Еще делать По времени остается Так Ну что Подыграй на тамбурине Тема И шекере Да Давай на басу Я ее не знаю Аккорды Никто не знает аккордов Это вообще Впервые исполняется Вообще И даже друзья Практически не слышали Ну давайте будем Мы дадим В том случае Мы сейчас Что называется Вам все простим Ну сделайте джемчик Ну походу Что-нибудь каждый Начнет наигрывать И все Как называется песня Песня называется Томаты из меди Она как бы Типа алюминиевые огурцы Только томаты из меди Интересный какой поворот Ну давайте Только микрофон Микрофон не путай Спасибо Спасибо Как всегда Живой Зор В программе Живые Здесь сегодня Завтра Кусто С томатами из меди Абсолютная премьера Поехали Чай на столе Этот вечер Не станет Таким Как другие Сегодня В Йоркшире Мы посадили С тобою В саду Томаты из меди Для истинных Леди и благородных Мужчин Из этих же чужин Будет нам ужин Будет ужин И им И может быть О нас напишут Таймс И может быть Покажут ПЕБЕЦИ О том, что О том, что Мы Вчера разбили сад О том, что Сад Вчера разбили Мы О том, что Мы Вчера Разбили сад О том, что Сад Вчера Разбили Мы Солнце Взойдет И закончится Брэнди В раздутых бокалах Сегодня парад Нашу честь Я так рад Королева встречает Томаты из меди Кушают дети Каперы и бедняки Хавбеки И дровосеки Пастыри И пастухи Вики И Тори И Панчи И Джуди Любят наши помидоры Все люди И может быть О нас Напишут Таймс И может быть Покажут В BBC О том, что О том, что мы Вчера разбили сад О том, что сад Вчера разбили мы О том, что мы Вчера разбили сад О том, что сад А я бы даже не сказал, что музыканты нот не знают По-моему, всё вполне Очень красивая вещь, правда Спасибо за премьеру, спасибо за доверие Спасибо за то, что именно здесь, в программе «Живые» На своём эта песня вообще впервые прозвучала Это круто Вот тут Максим Васильевич пишет Вторая часть вечера мне больше нравится Может, потому что в жаркий летний вечер Пиво приятное после работы действует Максим, нельзя под эту музыку пить пиво Вы же сейчас деньги на ветер Потому что с душой никак не коррелирует Вино пить нужно Хорошее вино Достойное Когда я говорю «дорогое», я имею в виду Долгой выдержки вино Такое эстетское Какое ж пиво-то Пиво под другую музыку, мне кажется, хорошо идёт Да Ну, ладно Это не моя задача учить питью Правильно? Поэтому я этого делать и не стану Значит, Сергей Малевин написал «Привет, живые, опять дороги Слушаю с огромным вниманием Давно знаю и люблю эту группу И сегодня, как всегда, в полнейшем очаровании» Хорошо, спасибо Хорошо Когда такие комплименты делают мужчины А на самом деле я могу сказать, что У своего радио по статистике 80% мужской аудитории Причём в возрасте 30-ти 30-ти с небольшим Такая молодёжь, но уже с нормальным мозгом Это уже не дети Они уже понимают жизнь Особенно приятно это осознавать Понимать, что на вас реагируют взрослые Зрелые уже мужчины Это же хорошо Ну, может быть, конечно, какая-то здесь есть И какой-то процент И на Катю реакции Естественно А как же? Ну, а как же? Но, с другой стороны, всё равно Музыка есть музыка Это очень круто и очень здорово Ещё две, так я понимаю, вещи, да? Две, да Давайте попытаемся их всё-таки успеть Спеть Меньше потрещим Больше поиграем Правда же, времени осталось совсем немножко А альбом надо как-то допрезентовать сегодня Как называется песня? Следующая песня называется «Скарамуш» Как всегда, живой звук В программе «Живые» И здесь сегодня-завтра кустом Поехали Старые ковры Стелят министрели Разожгли костры Трубатуры греют Своих печальных дам Прячется верболь За спиной в чаще Ищет поюней Ищет кто послаще Подайте серебро Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Не спеша Бедный скоро муж Ходит между ними Вырывает сердце Подарок герцогене Грудь его почти пуста Брозового льва Продают цыгане Он умеет петь И сверкать глазами Люди разевают рты Лай-лай-лай-лай На них нет тела Безъеденно дошел Он уходит вновь Добар не спеша Лай-лай-лай-лай Безъеденно дошел Лай-лай-лай-лай Уходит вновь Добар не спеша Лай-лай-лай-лай Лай-лай-лай-лай Под винные звуки Завтра Кусто То есть винные звуки Уже стало Хорошо Но Андрей Демьян Написал Мне кажется Совершенно очаровательную штуку Рабочий день Закончился И славно И ночь близка Сейчас бы тяпнуть Граммов сто И вроде бы Поужинал недавно Включил живых Позавтракал кустом Это просто браво, Андрей Просто браво Какая будет финальная песня сегодня? Финальная песня Как раз будет Именно та песня С которой началось Наше сотрудничество С Катей Вот И она называется Черный джинн Спасибо огромное За то, что были у нас Спасибо, что презентовали свой альбом Именно здесь На своем В программе «Живые» Завтра в программе «Живые» Новый альбом от группы «Рейс» Кто не очень в курсе Это Андрей Копров Теперь называется группой «Рейс» Вы знаете этого артиста Поэтому рекомендую прислушаться И завтрашнему эфиру тоже Всем пока До завтра Поехали «Рейс» Черный джинн Восточный глаз на берегу Увидев нас Все разбегались на лет Все разбегались на лету Лавил Знал каждый третий мертвецы в порту И марокканский ветер И марокканский ветер И марокканский ветер Новая Новая история Ураганов И больших морей Новая Новая история Ураганов Бетых кораблей Черный джинн Задушу дал один реал Юный матрос Такой монеты И не больше монеты И не знал что так Рвутся паруса Седой моряк Когда и больше выпил Когда и больше выпил Новая Новая история Океанов И больших морей Новая Новая история Ураганов Бетых кораблей Черный джинн Знал каждый третий мертвецы В порту И марокканский ветер И марокканский ветер Новая Новая история Океанов И больших морей Новая Новая история Ураганов Бетых кораблей